всем доброй ночи дорогие мои но сегодня уже вступает право 23 февраля день защитника отечества сейчас уже по-новому называется мое время она называлась день советской армии и военно-морского флота и связи с этим я поздравляю всех мужиков и моего поколения которые держали на руках текст присяги где слова начинались я гражданин союза советских социалистических республик вступая в ряды вооруженных сил торжественный клянусь и расписывались под присягой и не важно было какой род войск этот человек вызывали военно-морской флот другие войска армия была как бы скажем так и облем не объемлемой частью наше общество я помню что моем труп моей туркмении вообще было так что кто не служил в армию тому девушки не давали замуж если даже него возраст уже в 18 лет а если у кого-то не дай бог белый билет был на этого человека смотрели косо мол волной что-то наверное это честь для каждого было служить в армии армия была как бы скажем так государство государстве были сотни военных училищ которые готовили офицеров были школы прапорщиков были школы сержанты где готовили кадры сержантского прапорщиковского мичменского офицерского состава у каждого рода войск были свои училища вот лет нам было очень много артиллерийских танковых даже Для строительных войск Были свои училища Камышинское строительное было Политическое училище было Даже для строителей было Симферопольское высшевоенно-политическое строительное училище Именно строительный уклад для стройбата Замболитов готовили Срок службы был 2 года Мой отец еще Когда служили в те времена 3 года было А в мое время 2 года было Сухопутных войск 3 года было военно-морской флот Потому что у них год было на берегу Готовили обучение экипажей В общем других специальностей А потом 2 года на кораблях Подводного и надводного флота В общем это было целое хозяйство Целое хозяйство Конечно было все на высшем уровне Сейчас я ничего не могу сказать Вообще про армию не принято говорить Это самое Но я говорю то, что в мое время было Это было целое государство в государстве И для каждого парня была честь Отслужить в армии Обязательно Узбекистан Киргизия Казахстан Туркменистан Азербайджан Это ребята могли попасть Служить в Сибирь А сибиряки наоборот Каракумы Пограничные войска Другий род войск Вот Так что Было так, что Все уже где-то были Сибирякам можно было запросто Спросить про Каракуму Он там был Туркменам можно было спросить Про Сибирь Потому что он там был Два года Так что Вот так была Ротация Вот такая Подготовка Конечно была Это Супер Ничего не скажешь Даже строительные войска были Тройбат Про них даже анекдоты Было в свое время Американском Штабе Сидят Обсуждают Наши войска Вот воздушно-десантные войска Вот Да Вот они Для таких задач Вот автомобильные войска Вот это Артиллерия Вот это Но у них Говорит Есть Говорит Одни войска Говорит Они Говорит Такие Говорит Страшные Говорит Им даже оружие Не Говорит Доверяют Только лопату Они Говорит Лопатой могут Говорит Забить А кто это Это Говорит Тоже не надо Вот Так что Кормили Очень хорошо Вот Кормили Можно сказать Даже Почти на убой Вот Ну Конечно Овсянка Кирзуха Вот Гречневая каша Гороховая каша Вот Все было Как положено Все было Как положено Вот Ну и Подготовка Естественно Курс Молодого Бойца Вот Это Было Конечно До Полгода Считался Он Салагой От Полгода До Года Молодой От Года До Полтора Старик От Полтора До Дембеля Дембель Все Поэтому Было Даже Такое Это Что Салагу На табуретку Ставили И он Клятву Давал Я Молодой Гусь Старичкам Клянусь Масло Сало Не Рубать Все Старичкам Отдавать В общем Дедовщина Тоже Была Да Была И дедовщина Где-то Больше Где-то Меньше Где-то Вообще Его Не было Это Смотря Где Куда Попал Человек Вот Два Года Служили Я же Говорю Сухопутных Войсках Вот Три Года Военно-морской Флот Были Школу Прапорщиков Полугодовые По Разным Специальностям Готовили Их В разных Городах Было Военно-морского Флота Было Школа Мичманов Все было Все было Как-то Это самое Я помню Все Вот Великолепное Было Время Армейское У всех Это На память Кто-то Служил Союзе Кто-то Служил Венгрии Чехословакии Германии Польши Вот Так что И за границей Навидались Видели Вот Обычно Когда Милицию Куда-то так И это Поступали Если армии Не отслужившие Не брали Вот Для тех Которые Проходили Военную Службу И в институтах Университетах Были Конечно Облегчение Конкурсы Вот Все было Нормально Вот Я же говорю У нас Обычно Ребята Смуглые Такие Вот Сибирь Отслужившие Приезжали С вокзала Кстати У нас В Туркмении Было Таксисты Чуть ли Не дрались За Дембеля Чтобы отвезти Его домой Даже если Он живет 50-100 Километрах От города От вокзала Вот Они были Беленькие Такие Сечками Кстати У Питерной Приезжали Ребята Вот И Почему Потому что Кроме денег Он еще Когда солдата Провозили Ему еще Давали Барана Ховер Кроме денег И он Короче Считай Богатый Таксист Был Вот Еще и Угощали Его Все-таки Солдата Привез Моряка Привез Так что Веселое Было Время Веселое Было Время Я В Сочи 2000 По-моему Это было 12-й год По-моему Вот Один Высокий Такой Парень Беларусь Как узнал Что Я Туркмен Он Прошел Давай Меня Обнимать Все Это А он В Беларуси Сам Телехранителем Работал Одного Там Этого Богача Упитерный Парень Такой Этот И Рядом Люди Стоят Че ты Ну Туркмен Говорит Я Говорит Два Года Там Служил Меня Говорит Как за своего сына Говорит Считали Говорит Я там Говорит Вообще Был Говорит Во время Вольнительных Говорит Ходил Говорит Меня Говорит Дома Звали Кормили Поили Вот Солдата Всегда Уважали Солдат Был Самый Уважаемый Человек Самый Самый Уважаемый Человек Потому Что У людей Большинство Старого Поколения Еще Была В мозгах Еще Война Сколько Людей Погибло Вот Что Они Защитники Да И Репутация Была На высшем Уровне Как говорится Можно Сказать Вот Такие Дела И Вот Та Армейская Подготовка Вот Многим До сих пор Моего поколения Людям Помогает Еще Жить Дальше Вот Потому Что Муштровали Как говорится Не на шутку Вот Гоняли И на плацу И на поле В общем Из человека Делали Человека Настоящего Вот И было Такое Это Не можешь Научим Не хочешь Заставим И главное Слово командира Делай Делай Как Я Все Вот И отжимались И на турниках И все Короче И по Пластунски Ползат Вот В общем Все было Все было Весело Было Весело Было Трудно Весело Вот И Порядку Учили Порядку Учили Вот Один за всех Все за одного Не было Такого Чтобы это Один за всех Все за одного Вот Были даже Такие случаи В войсках Когда Похороны Бичка Устраивали Бичок Шинарик Это Цигареты Казарм Расположение Бросил Всей ротой Марш Бросок На 6 Километров Впереди Бежит Один Шапки Вот этот Бичок Сзади Вся рота Вот Раскопали Могилу Для Бичка Похоронили Торжественным Маршем Прошлись Перед Могилой Бичка Обратно 6 Километров После Этого Даже Не дай Бог Кто-то Знает Чем Это Закончится Было Очень Очень Строгие Старшины Были Очень Строгие Вот 45 секунд Отбой 45 секунд Подъем Это было Нечто Вот Столовую Когда Заходили Когда Молодых Учили Особенно Вот Сержант На руки Брал Кружку Компотом Володным Компотом Встали Пять человек Тут Пять человек Тут А впереди Это сам На столе Первое Второе Двух Этых Черпачок Тарелки Все Проложено Вот Еще Ничего Не Это Только По команде Приступить К приему Пищи И он Вот Так Делал К приему Пищи Которые Уже Все Готовы Приступить Начинать Быстренько Надо Быстро Поесть Первое Второе И ему Не важно Не важно Что Там За сколько Время Он Это Покушал Или Чего Закончит Прием Пищи Все Свой Компот Попил И Не дай Бог Кто Нибудь Бывало Так Что Не Наедается Карман И Хлеб Поймали Карманы Хлебом Хорошо Ты Любишь Хлеб Не Успеваешь Хлеборез Хлеборез Протащил Буханку Хлеба Ему Буханку Хлеба В Расположении Роты Вот Ему Прием Пищи Приступит Он Должен Хлеб Есть В Это Время Пока Хлеб Доедает Это Буханку Рота Должна Отбиваться Подниматься Отбиваться Подниматься И кричать Ему Быстрее Доешь Быстрее Доешь Потому что Рота Отбой Подъем Отбой Вот Так Воспитывали Всех За Одного Один За Всех Все За Одного Понимаете Мужиков Делали Настоящих Мужиков Понимаете Так Что Шалтай Болтая Там Не Было Так Что Я Прежде Всего Поздравляю Своих Сверстников Ну И Других Мужиков Которые Тоже Уже После Советского Союза Служили И Продолжают Еще Служить Всех Светлым Праздником Мужским Праздником Желаю Вам Всем Здоровья Крепкого Прежде Всего Здоровья Семейного Счастья Любви И Быть Всегда Здоровыми До Конца Быть На Кане И Все Будет Хорошо Всех Вам Благ Еще Раз С праздником Дорогие Мои Пока